К другим новостям. В праздничные дни в Горно-Алдайске проходит множество мероприятий для горожан и гостей города. Чем занять себя и своих детей в длинные выходные, мы расскажем в нашем следующем видеосюжете. Девять новогодних выходных ожидают россиян в этом году. Традиционно в преддверии Нового года и на рождественских каникулах в Горно-Алдайске проходит множество культурных и спортивных мероприятий для горожан и гостей города. Чем же можно будет занять себя и своих детей в предстоящие праздники? Завтра, 29 декабря, на лыжной базе в Рочи Иландо с 11.00 часов пройдут соревнования по спортивному ориентированию. 29 и 30 декабря с 10 часов на горе Тугоя будут проходить соревнования по горным лыжам. 30 декабря с 11 часов в Рочи Иландо начнется новогодняя лыжная гонка среди школьников. Все три мероприятия пройдут на приз Деда Мороза. 31 декабря основные события развернутся на центральной площади Горнолатайска. Театрализованные представления сказки для Знегурочки начнутся с 19.00, а завершится все с праздничным фейерверком в 22.00. 1 января православный малёжный клуб «Остров» приглашает всех желающих на трезвую пробежку. Старт акции будет дан с 13.00 от городского Дома культуры. 2, 3 и 4 января с 11.00 на центральной площади будет проходить игровая программа «Снежный бум». Любители шахмат смогут помериться силами в новогоднем Блиц-турнире, который будет проходить 3, 4 и 5 января с 11.00 в шахматном клубе «Ладья» по адресу Черосгуркина, 58.00. 4 января в ГДК с 11.00 состоится детский утренник «Снежная королева». Приход на мероприятие 100 рублей. 5 января там же пройдёт новогодний кукольный спектакль «Варежка Деда Мороза», а 6 января кукольный спектакль «Притча о Рождестве». Начало спектаклей в 11.00. С 5 по 7 января в Рочей-Ланда с 11.00 будет проходить рождественская лыжная гонка «Тур Дэ Скай». 6 января на горе Комсомольска пройдёт рождественский турнир по горнолыжному спорту. В спортивном клубе «Шанс» пройдёт рождественский турнир по силовому двоеборью. Начало мероприятий в 11.00 и в 16.00 соответственно. В честь активной и талантливой молодёжи Горнолтайская администрация города 6 января в Национальном драматическом театре даёт молодёжный рождественский бал. Кроме этого, все праздничные дни будут работать подъёмники на горнолыжных склонах, катки, а также пункты проката спортивного оборудования и лошадей. Горнолыжные подъёмники на горе Тугоя и Комсомольска будут работать ежедневно с 10 до 16.30. Катки, а также прокат коньков будут работать ежедневно. На стадионе Медколледжа с 9 до 22.00 часов, на стадионе Динамо в хоккейной коробке с 10 до 22.00 часов. Конные экскурсии и обучение верховой езде на лошадях будут доступны с 3 по 9 января с 11 до 15 часов на коноспредельной школе. Покататься на пони и лошадях можно будет с 3 по 8 января с 11 до 15 часов на площади Ленина. Прокат лыжного инвентаря с 9 до 16 часов в урочище Еланда. Более подробную программу празднований можно будет узнать на официальном сайте администрации Гурнала Тайска. Гурналтайск.ру